здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров харькове 20 часов 40 минут 0 4 10 2016 года я не планировал писать ролик ближайшие часы но вы знаете как порой бывает иногда добрый комментарий дает возможность нажать кнопку записи и я начинаю с вами общаться константин полевич небольшой переписки вконтакте оставил замечательный комментарий который вдохновил меня писать данное видео знаете вроде пустяк но так приятно вот еще и оставил замечательное изречение он его прокомментировал всем кто не согласен с теорией котлярова но в моем случае не теория истинное положение вещей абсолютно достоверные знания о том что планета наша миллиарда раз больше так вот что тут написано однажды один очень мудрый человек оставил свое мнение при себе и вот что константин пишет вячеслав я в восторге от того что вы рассказываете но они все равно не поймут зачем вы тратите время на троллей подарите лучше новые хорошие видео на вашем канале на наш взгляд у вас практически нет конкурентов вы знаете да не хочу оправдываться знать у меня иногда в роликах бывают такие моменты в основном конференциях так хотя и в таких приватных сингл роликах когда я начинаю якать мои яканье это оберег при моей должности мне положен сахарок вот на самом деле некоторые вещи которые мы используем там хвостовство яканье иногда больше спасает от тех или иных так сказать неурядиц и внутренних так сказать дисбалансов знаете сколько за день можно начитаться негатива по неволе заякаешь дам кролику вообще не был готов значит отмечу скорее всего два момента он будет по всей видимости небольшой хотя вы знаете как как карта ляжет небольшой это имею ввиду там 7 минут а там посмотрим вот я хотел две вещи прокомментировать пресловутый легендарный эффект мандела который набирает сейчас свои обороты а также ссср значит последнем ролике эффект манделы который у меня называется тайна эффекта мандела раскрыта я там привожу два варианта работы эффекта манделы мы сейчас кстати отсекаем три классических постулата которые я в конференции сообщил 1 артефакты и изменения действительно подделают за последние 200 лет орден и иезуитов изрядно потрудился вот второе мы реально где-то что-то недогнели деле где-то что-то ошиблись и третий вариант это действительно работает эффект манделы недавно себя поймал на мысли что не только орвал по заказу темных писал книги частности про известное министерство правды где все переделывали чтобы оправдать эффект манделы но я поймал на мысли что предположительно и фильм назад в будущее тоже косвенно намекает на основной аспект то есть темные опять же сняли этот фильм чтобы эффект манделы оправдать полетами в будущее или в прошлое так вот значит первый вариант как я уже говорил это действительно полеты в прошлое но это очень мизерный процент я бы сказал бы один процент от ста эффекта манделы второй процент уже побольше не берусь сказать его объемы он немножко больше это когда разработчики в нашей матрице переписывают программу вносят какие-то изменения и наш мир меняется значит смотрите как получается многие говорят реальности и там объединяются скрещиваются накладываются идет сбой максимально сосредоточьтесь максимально услышьте то что я вам скажу в полной мере поймут меня те кто играет компьютерные мморпг компьютерные онлайновые игры зачастую бывает следующее когда сервер игровой начинает мельчать допустим существует два сервера игровых да ну к примеру это чтоб голову сильно не ломать на одном сервере играет 100 человек и на другом играет сервере 100 человек через какое-то время игроки уходят из этих миров и играют другие игры поэтому на одном сервере остается 50 человек и на другом сервере остается 50 человек и в большинстве играх вот почему-то хочется вспомнить лодо онлайн которые благодаря многим моим подсказкам приобрели ту форму которую мы сейчас можем лицезреть да действительно очень много моих идей за спасибо ушло в эту игру ну не за спасибо да они там дали 10 тысяч рублей за мои идеи ну на этом спасибо хотя как по мне лучше бы устно сказали спасибо виртуальные 10 тысяч рублей это ничто по сравнению когда человека благодарят в устной форме но я не об этом извините у меня все про себя да про себя так вот 50 человек осталось на одном сервере 50 на другом и эти сервера объединяют чтобы на был один сервер и на нем бегало 100 человек уловили эффект манделы в 98 процентов случаях это объединение двух игровых серверов люди которые находились в одной реальности и на ихнем сервере был вроде такой мир но из-за того что они там делали немножко или немножко другие шаги и направления мир немножко менялся в другую сторону и на другом сервере были какие-то отличия и когда персонажей то есть нас переносят на один уже созданный сервер у одних персонажей остается в памяти воспоминания о сервере который имел определенные наработки и он не состыковывается с новым сервером на котором находится мы персонажи ну как я уже неоднократно говорил наше тело это всего лишь виртуальные очки теряя эти виртуальные очки мы зачастую незамедлительно приобретаем новые ну там конечно нюансы кармические какие там может затронуть тему перевоплощений реинкарнации просто не готовился просто прочитал комментарии вдохновился и решил записать этот ролик давайте закрепим основной эффект манделы это когда игроки двух серверов переносится на один сервер который уже немножко видоизменен и поэтому часть игроков помнит одну реальность а часть игроков другую реальность а часть игроков вообще ничего не помнит потому что потому что потому что не ну нельзя осуждать людей которые что-то не помнят вы знаете допустим есть такие работы как я называю на потоке допустим врач принимает допустим каждые пять минут пациентов там сидит в кабинете там какой-нибудь служащий там в своей работе там отпускает какие-то там товары реализатор отпускает там хлеб наливает там квас молоко на механической работе и очень трудно подключиться к информационному полю вот на физической работе вот я по себе знаю когда я на рудниках работал и у меня была такая стахановская совковая лопата которой я кидал руду в вагонетке в этот момент как бы ты на автомате начинаешь делать работу а мозг у тебя думает то есть тело работает кидает эту руду вот а мозг при этом свободен и может забыть про свое как говорится тело и думать о том и о сём и вот в буквальном смысле во глубине сибирских руд у меня начала так сказать зарождаться информационная база которую я по сей день вам озвучу и уверяю еще далеко не все озвучил еще учитывая то что каждый день как на жесткий диск мне наваливается большое количество новой информации которые я потихоньку пытаюсь обработать и дать необходимую так сказать форму чтобы меня поняли и услышали видите как удивительно получается даже для какого-то количества людей я озвучил знания свои да и меня поняли и услышали но даже те которые знания были мной озвучены они не всеми принимаются но это не страшно просто знаете как получается я делю людей опять извините что категории ну так вот получается все познается сравнение значит первая категория людей которые меня поняли это те которые как я скрупулезно на протяжении многих лет изучали сторонних лекторов и тут выхожу я так сказать со своими знаниями и все финальный пазл все как говорится замочек защипнулся все срослось вторая категория людей которые не слушали лекции а для многих я вообще бывают случаи что я вообще для них впервые ну первый лектор который ну не первый ну скажем так не слушали большой материал там люди ограничиваются почему-то на одном двух лекторе ну не всем есть такие там кто-то там Левашова и Петрова слушал кто-то слушал там Данилова к примеру это небольшая вклейка я переслушал ролик и понял что не смог довести свою мысль до конца значит первый вариант это люди те которые переслушали большое количество лекций и сразу для них я был понят второй вариант те люди которые слушали немного но обладают повышенным восприятием нашей действительности ну своего рода сенсорика очень мощная и им удалось буквально с первых секунд понять и принять истинное положение вещей ну а третий вариант это он объединяет первый и второй то есть есть люди которые переслушали огромное количество всевозможной информации но также обладают колоссальным потенциалом для принятия достоверных и истинных знаний это была вклейка ролик следует далее вот а я десятки наверное фамилии наверное может пятьдесят наверное можно назвать что я переслушал за семь лет но это еще не считаю как говорится книжек которые я потом когда информация мне пошла я начал за поем книжки читать я вообще до двадцати лет книжки не читал ну прочитал у меня была любимая книга граф манте кристо и книгу золотой шар волкова кстати золотой шар это копия относительная копия книги властелин колец все во след когда ко мне пошли знания я я не я их понимал но я их не мог обработать то есть как это получалось информация идет и я не могу перевести ну благо тогда я был в поселке это там шахтерском работал там и много чего делал для поселка в плане там организаторской деятельности по собственной инициативе там проводил клубные какие-то мероприятия там в плане музыки там еще там в поселке была огромная библиотека в которую кроме меня и моей жены Ирины по-моему никто не ходил мы вдвоем с этого поселка ходили в библиотеку и я набирал ворох книг и их просто проглатывал у меня почему-то развилась такая техника чтения на тот момент допустим в 16 лет я граф Монте-Кристо там 2 тома пошел там Славик дал макулатуру и купил эти замечательные книжки по-моему 2 тома эти наверное год читал ну и не умел читать а когда я жил в поселке у меня получилось что я книги начал буквально глотать там ну просто для меня самому было в диковинку что там ночь книги нету ночь книги нету я очень много там книг перечитал я не скажу что я всю библиотеку прочитал но вот сколько я там жил в тайге да то есть помимо того что я там еще сам читал писал музыку сочинял мы там альбом записали мне была предоставлена аппаратура клуба хорошая дорогостоящая японская техника вот я еще ну сколько там вот больше года по моему мы жили вот сколько я там жил год столько я читал не скажу что каждый день но иногда там книгу мог посвятить большое количество своего времени вот и вот книги разные там самые от простого до великого то есть попадались даже такие я вообще все читал там вот к примеру капитан врунгель да там мог прочитать а тут же мог прочитать там какое-нибудь произведение Дюма или Шекспира вот у меня до сих пор сохранился сонет их Шекспира ну там про него про Шекспира не буду говорить в двух словах это предположительно вымышленный персонаж такого не было вообще вся наша история вымышленная если повезло нам с двумя персонажами которые были то и хорошо вот поэтому злопыхатели привет рассказывайте мне в комментариях что я должен как рассказывать подсказывайте что я должен делать вы мне подсказывайте пользуясь случаем перейду привет замечательному человеку из Польши Габриэлю Петровичу уважаемый Габриэль благодарю ваше послание меня тронуло мне очень приятно было вас слышать генерала Петрова я в свое время всего изучил вот все что было доступно я как обычно буду отличаться от всех лекторов да даже своим характером все у нас лекторы какие хорошие добрые люди спокойные не ведут себя вызывающе спокойно вещают те или иные знания я же полная альтернатива скорее всего я в этот ролик не включу свои мысли про СССР и про Сережу Тарасова который надеюсь мне в ближайшее время позвонит или позвонит есть что обсудить я генератор идей у меня всегда рождается какие-то уникальные проекты так как я один мне их трудно пока реализовывать комментировать ролик который я выложил мой убьем СССР пока не буду я его хочу прокомментировать на запись с каким-нибудь собеседником не важно даже если в скайпе появится хороший добрый собеседник не из блогеров просто обыкновенный звонок я в общении с удовольствием ему озвучу постараюсь те или иные моменты прокомментировать пускай это будет для многих пока тайна и загадка что же я думаю про СССР но если в двух словах я по-прежнему уверен что СССР создается для уничтожения нас для раскола на огромной территории под названием России на много маленьких стран по-прежнему настаиваю что невозможно на территории большого концлагеря чтобы один барак чтобы один барак начал жить по своим правилам находясь на территории огромного концлагеря ну а более детальное отношение к СССР я озвучу в дальнейших своих роликах ведь видите как замечательно получилось Сережа огорчился что я выложил ролик про СССР а я как часто оказался прав благодаря тому варианту что был первичный может мы его еще увидим Сережа поймет Тарасов что СССР это утопия и махнет рукой и скажет эх ямщик поворачивай к черту новой дорогой поедем домой эх ямщик поворачивай к черту это не наш лес это чужой камней навалено ух мне вот скайп звонят добрые люди ну спросите могу я сейчас поговорить или нет с вами ну почему вы думаете что я вот постоянно у меня есть время ну обязательно с вами пообщаемся у меня сейчас идет запись ролика ну не звоните мне пожалуйста так в общем вы надеюсь меня добрые это я к добрым светлым людям обращаюсь я кстати систолям обращаюсь тоже вы кстати смотрите тра coming во-первых surely без меня ни можете значит я тролли вам отдаю приказ продолжать слушать меня постоянно дальше тролли я вам отдаю приказ писать постоянно негативные комментарии обо мне пишите не стесняйтесь а что стесняйтесь это приказ значит тролли я приказ и если вы не будете писать комментарии негативного характера. Вы будете рожалом. Кстати, такой пример. Там одна пожилая дама, преклонного возраста, когда я только появился, она была восхищена до глубины души. Вячеслав, Славик, я вот тоже такая была несмелая. А я тоже все знала, что, увы, не захотела рассказать никому эти тайны. Ну, недолго музыка играла. Сейчас она превратилась в обыкновенного тролля. Знаете, как говорят? Что старое, что малое. Пытается меня задеть это в разных комментариях, там в одноклассниках. А знаете, что ей не понравилось? Что Вячеслав Котлярова обыкновенным человеком оказался. Что у него нет нимба, что он живет как все, воспринимает мир как многие. Не стал иконой. Я же всегда всем говорю, не смотрите на Вячеслава Котлярова. Вы смотрите на те знания, которые через меня проходят и которые мне удается озвучивать. Не надо смотреть, так сказать, на человека, особенно в нашей ситуации. Тех привычных парадигмах. Причем, вы знаете, чтобы выживать при моих знаниях, мне приходится на самом деле менять кучу масок. Ну, в плане вести себя там вызывающе, да, там распускать там мифы о себе, что употребляю это спиртное галлонами. Ну, вот, кто знает, со мной близко общается, тот прекрасно знает, что спиртное я не употребляю. Табак, ну, табак, ну, что делать. Тяжела жизнь разведчиков. Приходится курить. И не собираюсь бросать. Вот, поэтому для многих я стал разочарованием. Нет, не для многих единицы. Я всегда, знаете, как я говорю, мне всегда лучше, когда человек со мной знакомится с моими знаниями и негативно воспринимает, а потом в один прекрасный момент понимает, что он заблуждался и воспринимает положительно. Хуже всегда, когда положительно люди воспринимают, а потом начинают разочаровываться. Не судите строго, что вы от меня, тех, кто хочет каких-то подвигов и каких-то сверхъестественных доказательств требуете. Самому обычному человеку в нашей ячейке просто повезло. Может, просто у меня еще хорошая память и аналитический склад ума. Я готовлю про СССР еще удивляшки. Очень интересные. Мне бы, конечно, с Сережей Тарасовым хотелось бы их обсудить, чтобы он первый услышал то, что я накопал в информационном поле. Вот. А потом все бы услышали тайну золотого ключика. Ну, опять же, видите, ролик про СССР пошли дизлайки. А были люди, которые меня негативно воспринимали, но за этот ролик похвалили. А теперь те люди, которые меня за ролик про СССР хвалили, они будут ставить дизлайки про этот ролик. Да мне вообще по барабану лайки, дизлайки. Может, меня завтра не станет. Какие лайки, какие дизлайки? Вы в своем уме при моей должности, так сказать, нашей ячейки. Мне еще вот это париться, что там какой тролль написал, яка престарела, баб тебя там что-то недовольна, что славик не оказался вторым пришествием. Вы че? Вы в своем уме? Да и не только вот я за себя, что я там. Каждый из нас должен жить в моем понимании одним днем, понимать, что завтра может последний день наступить. Может, не удачный совет, но я лично всегда настраиваюсь на худшее, а надеюсь всегда на лучшее. На этой относительно позитивной ноте разрешите откланяться. С вами был Вячеслав Котляров. В Харькове уже 1 час 08 минут, 04, 10, 2016 года. Буду записывать просто свои мысли без особых сногсшибательных и умопомрачительных открытий. А если Небесная Канцелярия даст добро на открытие, то с удовольствием вам озвучу. Еще раз до свидания, всего доброго, до новых встреч, быть добро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok